Видно, как идет просто отмывание денег со стороны чужого государства, скажем, со стороны чужой фирмы «Ремар». Мы видим, что 12 миллионов сейчас получается взятого кредита, насколько мне известно, у Агренкомбанка. Значит, внутри люди стали это понимать, ну скажем, после того, после нашей пресс-конференции. То есть уже сейчас люди как бы зашевелились, начали задумываться. До этого информации практически никакой никто не имел, только все преподносилось как бы в цветных, хороших таких красках, что вот, пересмотрите, какие мы дизеля делаем, вот это все делается для Молдавии, это будет все красиво, это все для Европы, то есть так далее, тому подобное. Но никто в сторону экономическую этого вопроса не затрагивал, никто не говорил толком, сколько это будет хватиться для дороги, какой доход будет давать дорога, получил эти дизеля, сделал, и когда они окупятся, и до сих пор так оно непонятно. И то есть я считаю, что в настоящее время, когда дорога находится в таком плачевном состоянии, скажем, при атаках, и долги, и грузовая практически отсутствует, заниматься этим вопросом, этими дизелями, это просто понятное дело, и видно, что это все идет именно для разрушения дороги, для того, чтобы, как вот было сказано, потом уже было все за бесценок это купить. Вот это, такое мнение, оно сейчас существует. Я хочу здесь дополнить одну вещь. Дело в том, что именно дизель-поезда, это пригородные перевозки. Да. Пригородные перевозки, социальные перевозки, и они наиболее убыточные. Там спасло, и вот вызывает удивление, с каким упорством господин Шалгару финансирует именно ту часть, где никогда в жизни оно не окупится. Не давало пригородных перевозки. Не, оно не может давать. Пригородные перевозки, они всегда финансируются за счет местных бюджетов, бюджетов страны. В любой стране это так.